Всем привет, друзья, и добро пожаловать на канал На Пару! Сегодня за один ролик для всех новых подписчиков, и в том числе старых, мы ответим на 50 самых популярных и каверзных вопросов, которые нам задают каждый день, хотя мы уже на них отвечали. Мы решили просто все объединить в один ролик, что если вдруг у кого-то возникнут какие-то вопросики к нам, они сразу могли включить и на все найти ответы. Плюс в описании под роликом есть тайм-коды, если вас интересуют определенные вещи, вы можете просто кликнуть и попасть на нужный вам фрагментик. А остальные, ребят, поставьте лукас. Если кто-то досмотрит до конца, буду вам безумно благодарен. Ну и давай не тянуть, у нас 50 questions. Начнем, скажем так, с базы. Сколько нам лет? 30. 30. Следующий вопрос, где мы живем? Сейчас мы живем в Краснодаре, но родились в Москве. Ну и с этого вытекающий вопрос, почему бы вы выбрали именно Краснодар и переехали с Москвы? Мне нравится, что здесь тепло, это как в Сочи, но не так много туристов. А я просто как жена декабриста. Но, если честно, мне нравится Краснодар, и я очень рада, что мы сюда приехали. У нее здесь подруг сейчас больше, чем в Москве. По факту. Кто по национальности, Максим? Я русский. Я сто раз показывал паспорт, фотографии даже детские. Вот Алина может прикрепить, если найдет. У меня мама русская, папа русский, дедушка, бабушка. У меня единственная там по папиной линии есть белорусы, но это типа то же самое. И евреи чуть-чуть. Ну и евреи, да. Но точно он не армянин, не грузин, не все вот эти кавказские национальности. Максимум дубайчанин. Где вы познакомились? Мы познакомились в Тиндере. Сейчас его даже нету в России, а мы до сих пор вместе. Мы пережили Тиндер. Мне кажется, наши отношения это лучше реклама Тиндера. Жалко, что они ушли, да. И сколько лет мы вместе? В июне месяце будет? Восемь. Да, представляете, целых восемь лет мы вместе. Да, это практически столько же, как я играю в Дестани. Да. Десять только там. Почему ник именно Эвонион? Многие задаются этим вопросом, у меня конкретного ответа нет. Единственное, что я могу сказать, я придумал что-то созвучное. И в тот момент, поскольку я был помоложе, я этот ник, на самом деле, придумал еще в школе. То есть это до фифовского канала было. На стенах писал Эвонион еще когда. Да, и Эва это пошло от Митсубиши Эволюшн. Типа гоночная машина, не после вида. А неон, просто неоновую подсветку я любил. Почему у тебя такой ник? Я просто люблю ее на подсветку. Видимо, тогда я в ФНФС как раз играл в Underground, и там были Митсубиши, и неоновая подсветка внизу. Все зашлось. Ну, кстати, звучит, и у нее он нормально. Нет, сейчас, мне кажется, я не представляю, что какой другой ник у тебя будет. Типа без вариантов. Ну, а пока вы наслаждаетесь этим роликом, я хочу вам напомнить, что нас ждет невероятный матч. Его можно сделать еще интереснее благодаря нашим друзьям OneX. Они на рынке больше 17 лет и являются официальными спонсорами таких команд, как PSG, Barcelona и Team Spirit. Быстрая регистрация, никаких комиссий. Все ссылки есть в закрепе, там же вы найдете промокод, который даст до 25 тысяч рублей бонусом при первом пополнении. Работали ли вы на нормальных работах до YouTube? Да, я работала на нормальной работе 3,5 года. Я занималась тем, что отзывала лицензию банковой, потом распродавала имущество. Я начинал в страховой компании, меня туда мама устроила на летней подработке после университета. И во время университета я работал в McKinsey, также немножко пытался трейдить, но не очень успешно. Сейчас даже лучше получается, да. Вы поняли, о чем я. Есть ли у вас еще работа помимо YouTube? Кстати, очень часто задают вопрос и думают, что невозможно жить так, как живем мы только на YouTube. Но нет, у нас никакой другой работы нет. 24 на 7, только снимаем ролики. Естественно, Алина подрабатывает кальянщицей. Да, и продаю на Авито свои вещи. Я думаю, из всех 50 вопросов, это самый животрепещущий вопрос. Где Лакиньон? Легендарный. Последний раз я с ним общался практически 3 года назад, чуть больше. Я могу сказать так, мы разошлись с ним в интересах. Если я хотел снимать контент себе в кайф, он больше стремился к названиям, с Амкалом, Тудротсом. У нас был случай, как-то мы снимали с кем-то из Амкала, по-моему. Я говорю, можно хотя бы в ролик просто не будешь пихать, а вы не он против Амкала. Он все равно этим занимался. И поэтому, ну у нас разошлись дороги, видите. Я пытаюсь сделать контент о себе, о том, что мне интересно. Он делает о медиафутболе. И мы не общались больше ни разу, типа, за 3 года. Тогда почему ты не снимаешь коллабы с другими блогерами? Как это? В том году я снял с Акулом, в этом году с Пандой, в следующем с Владом А4. Я думаю, вы вообще заметили концепцию наших каналов, что у меня, что у Максима, мы стараемся выезжать не на имени кого-то, а на своем имени пытаться двигаться. Ну нет, иногда, конечно, мы там ставим какие-то обложки, там, грубо говоря, Тендр Лебаи, когда мы тест про них делаем. Но да, если вы посмотрите ролики, у меня практически никогда не упоминается там что-то связанное с Амкалом, Тудроцом, на званиях именно. Мне оно не нужно. Я пытаюсь просто делать, найти свою аудиторию. Я вроде ее нашел. Почему ты не идешь в медиафутбол? Во-первых, я старый. Звали ли тебя? Звали. Есть ролик даже на канале о Германа или Классика, ну если он не удалял его. Мне это, опять же, по той же самой причине неинтересно. Я скажу честно, я не хотел никогда себя загонять в такие рамки, что без помощи чьей-то я не смогу продолжать работать. Понимаете, грубо говоря, Амкал, там, не знаю, какие-то команды, коллабы, это все временно. В какой-то момент ты можешь остаться один. И если ты не можешь продолжать один это работать, то это не работа моей мечты. И вот, как знаете, многие сейчас ребята, там, например, Нечай в Испании, да, ему сложно продолжать было работать после без Амкала. Или Лакеру в той же Испании, да. Я сейчас, если бы оказался в Испании, я бы также снимал фивку и скайфовал. Потому что у тебя еще есть я. На крайний случай, с вами за мной можно совместку намудить. Нет, ну просто реально, типа, я могу снимать фивку, хоть, не знаю, в Геленджике. Хорошо, а туда Амкал или Тудроц? Давай на счет 2. У нас ответ на счет 2. Почему на счет 2? Ответ 1 по-любому. Раз, два, три. Тудроц. И Жека нравится просто, да. А тебе тоже получается? Нет, у меня пантера. Сколько еще вы будете снимать и что будет с вами на старости? Если честно, я думал об этом. Я на старости, скорее всего, ну, что такое старость? Детский канал. Ну, да, нет, детский канал. Нет, я старость подражаю после 50. Скорее всего, если ничего не изменится в нашей жизни, представим, что там примерно плюс-минус то же самое, у нас все хорошо, я, наверное, буду подрабатывать бустером в играх. То есть я, ну, я реально... Если вы хотите, чтобы Avonion прокачал вас в Destiny... Не, ну, грубо говоря, кучу я с детства этим начинал. Сейчас вот у меня знакомые этим занимаются, можно хорошие деньги занимать. Ты просто играешь в любимую игру, даже не надо киберспорт какой-то уровень. И люди готовы платить за то, чтобы их там прокачал, свел в какую-то подземелье. Ну, слушай, плюс, я думаю, у нас еще, возможно, есть время откликать свой бизнес. Ты же сам, например, кальян или какой-то магазин или еще что-то. Ну, про это мы всегда говорим, но на самом деле такими темпами у нас к старости будет столько квартир, что это и будет наш бизнес. Да, а по поводу его, сколько будем снимать, пока это будет заходить, пока это нам самим будет интересно... Я честно скажу, буду снимать фифу, пока у меня не будет прям отвращения к ней. У меня иногда она бывает, когда в Викинг Лигу я играю, а другие режимы пока не бесит. Если я начну тебя не бесить, то тогда будем думать уже. Когда сдается ваша квартира в Дубае? Ну, они обещают 31 октября, но судя по тому, что они показывали раньше. И следующий вопрос. Из этого мы собираемся приезжать навсегда? Нет. Хоть мы отвечали уже столько раз. Так, давайте я еще раз обозначу, для многих мы не эмигрируем. У меня нету неприязни к России какой-то, это не какой-то политический жест. Мы просто едем туда, потому что там, а, теплее, б, там есть магазины и интернет, который, типа, мне нужен. У меня, например, в Краснодаре оказался ужасный интернет, и я не мог это предсказать до того, как сюда перееду. Банально, вы видели пинк у меня в FIFA. И мы будем, когда там жарко, типа, летом плюс 40, возвращаться сюда и жить в этой квартире. Как раз-таки был вопрос, что будет с квартирой в Краснодаре, будете ли вы ее продавать? Как доказательство мы ее даже сдавать не будем. Я не хочу, чтобы здесь посторонний человек ходил. Максимум, грубо говоря, если бы там, ну, не знаю, мама захотела или друг приехать в Краснодар, мы бы им дали квартиру, но сдавать ее нет. Здесь в каждый уголок любимый и вписанный. Плюс столько своих вещей, вообще не хочется, но ты их трогал. Чтобы твои вещи вывести только из той кладовки, тут фура нужна. Любимая игра, помимо FIFA? Destiny. Ну, типа, ладно, давай Destiny и Elder Scrolls Online, наверное. За последние пять лет я больше всего в них играл. Ну, моя любимая игра, наверное, Ассин, потому что больше всего я частей прошла. Да, с последнего не играла. И еще ферма. Ну, сейчас с Destiny играю. Не надоело ли FIFA? Она бывает, что надоедает, но я стараюсь миксовать. Честно, в этом году геймплей, сам по себе геймплей ужасный. Классные менюшки, но это сказывается, конечно, на просмотрах. Сейчас, если вы зайдете на любой канал, даже Дани Ааронса, самого популярного там в мире FIFA, видно, что именно Ultimate Team проседает. Ну, карьера точно. Ну, мне нравится, что Максим каждый год говорит, что это худшая FIFA. Каждый божий год. Она все хуже и хуже становится. Не, ну, в этом году они прям в себя перепрыгнули. Молодцы. Коль пришла Иви, вопрос про нее, какая у нее порода, это той пудель. Она как должна была быть до трех килограмм, так все и получилось. Немножко она потеряла, правда, в цвете, она была более насыщенная. Это просто солнце Краснодара, жарко. Да, но тем не менее, мы ее от этого не меньше любим. Что с машиной? Она сейчас в Москве, последний раз, когда мы там были, я ее бросил просто на подземной парковке. И на самом деле... Тут не типичный пацан, да? Да, ну, я понимал, что она здесь не нужна. И сейчас, поскольку уже весна, как раз кабриолет, мама будет заниматься тем, что я поручил, что она ее продаст. Да, мы вообще не катаемся никуда на машине, такси намного удобнее. Да, в России есть такое дешевое такси, Яндекс такую сейчас движуху намутил, что здесь машины не нужно. На что больше всего тратим денег? Сейчас на еду. Да, сейчас, ну, мы плачиваем квартиру на это, как бы. Ну да, нет, если не брать квартиры, то мы тратим на еду больше. Я на игры стал меньше тратить, ты на шопинг. Еда. Да, много жрем толстнее. Ну, наверное, еда и косметоз. Ну да, согласна. Ну, хотя я тоже косметики стала покупать меньше. Так, ну и базовый вопрос, почему нет детей, потому что мы их не хотим. Пока что. Да. Да, дети, это надо к ним подходить ответственно. Может быть, мы через год будем хотеть настолько, что заведем трех, ну, кто знает. Когда следующее видео? Пишут под всеми роликами, встречаются на улице. Вчера и завтра на моем канале, сегодня здесь. И также попишитесь на телегу, потому что там выходят все ролики, мы показываем все, что выходит. И заодно вы можете помогать участвовать в процессе создания. Там весело. Что с твоим инстаграмом? Где он? Я так и не понял, я долго разбирался. Я даже, когда за границей был, там пытался навести справки. На самом деле, я просто не пользовался им полгода, когда начались санкции. Ну, просто потому что как-то не было желания. Максим Никогда его особо не любил. Да. И последний пост у меня был, грубо говоря, летом, в мае, в мае. В сентябре мне просто без уведомлений его удалили. Пытался писать в поддержку, ничего, ну, там 300 тысяч подписчиков, просто вот так. Ну, ну, и ладно. У меня есть, я его веду, ссылочка в описании, вдруг кому-то интересно. Чтобы вы понимали, у меня сейчас даже нету фейк-страницы какой-то, типа, чехать. Я даже не знаю, что... Чтобы осматривать за бывшими, заходят в мои страницы, смотрят. Да, Лена тут попросила, я помог ей. Да, да, да. Так, что с Твичом, где стримы? Я последний раз стримил перед поездкой в Дубай, когда вернулся. У меня там есть проблемы со спонсорами. Сейчас именно на Твиче нет рекламодателя. Плюс, конечно, я после поездки такой тяжелой немножко приходил в себя. В общем, на следующий день начинаем. Ну, вообще Твич, это очень... Время и энергозатратно. Да, то есть ролик заснять иногда бывает намного быстрее. Но дело даже не в этом. Дело в том, что просто я днем ролик все равно снимаю, одно другое не отменяет. И вечером хочется отдохнуть, и тебе приходится еще стримить. А где-то между этим надо еще монтировать. Это одному тяжело. И думаю, это не самый частый у тебя вопрос. Почему именно Xbox, а не PS, как все выбирают? Во-первых, мне не нужно выбирать. У меня есть все. А во-вторых, мне больше нравится иксбоксовский интерфейс. Мне больше нравится взаимодействие Xbox и ПК. Типа то, что ты покупаешь игру, и она у тебя доступна на ПК бесплатно. Это обалденно. Ну и плюс мне нравится джойстик больше, намного больше. Я даже... Чтобы вы понимали, у нас дома три иксбокса и одна просто плойка. Давай так, у нас два иксбокса и один походный маленький, который мы берем в пользу. Ну, это тоже иксбокс. Но он не подключен даже. Ну да, это другая история. С кем из блогеров общаемся? Я только с пандой. И то редко. Ну, с акулом иногда возможно. Ну, с акулом, да. Я общаюсь с Аней Журавлевым. Переписывайся в инстаграме. Мой бести. А, ну я с Алиной на пару. Да. Ну, я с Алиной, например, еще. Где Ваня, друг, который твой? Ване все хорошо. Он даже выкладывал фоточки с ребенком. Он на футбол уводит. Надеемся, что он станет футболистом и будет нас прокармливать на старости. Да. Цена одежда на Димона. А вот. У него все хорошо и в июле, если все будет нормально, он приедет ко мне и мы будем тусить. А где Ваня и мини-буст, с которым ты снимал много роликов? Я с ними в последний раз списывался где-то полгода назад. Учатся, ребят, понимаете, сейчас такой у них возраст, когда все самое сложное начинается. Вот этот переходный между школой и универом. Да. Им сейчас не до этого. Но с футболом, как я понимаю, ну, не сложилось. Плюс мы в разных городах, кто из них тоже снимать ролики очень проблематично. Ну и что с Пумой? Когда начались санкции, Пума такая, начали не так, представители Пумы. Сейчас все это закончится и разберемся. Это долго это было. Через год я помню, что он говорит, ну, сорян, и вышел с чата. Ну, короче. Просто многие до сих пор удивляются, что Максим носит уже бренды другие. Например, там, Adidas, такие, как так, ты же с Пумой. Сейчас нет никаких вообще взаимоотношений. Осталось только от них одежда. Максим до сих пор в них ходит. Спасибо им за это. Где монтируете ролики и кто? У нас нет монтажеров. Мы сами монтируем ролики. Максим себе, я себе. Иногда я ему помогаю, наоборот. Монтируем мы на маках в программе Final Cut Pro X. Да, причем моему маку уже очень много лет, он уже очень плохо работает. И реально последнее издыхание прямо в смысле этого слова. Иногда мне приходится, знаете, я 40 минут помонтирую, и мне надо дать ему час отдохнуть. Но вот у Алины новой, и на нем хорошо летает. Кто делает обложки для видео? Все я. Одну сделала я. Одну она сделала на прошлом ролике. Именно поэтому она так странно смотрится, да. На самом деле получается, я уже больше, сколько, 2600 обложек взял. Да. Но нам пишет невероятное количество людей на почту, и мне нравится, что многие начинают свое предложение с того, что у вас не очень хорошие обложки. Они накрывают, у вас ужасные обложки, давайте помогу. И ты такой, ага, окей, ладно. Не очень правильный подход. Просто проблема в том, что чаще всего скидывают обложки, которые будут теряться. Потому что лучше кривая, но которая выделяется. Что с Даней? Даня сейчас в Австрии, он готовится к поступлению в университет. Ему надо было доздать последний класс школы, и теперь у него языковые курсы и предметные уже непосредственно перед поступлением. Он ко мне вот недавно приезжал в гости, планирует еще летом, может быть, и я к нему слетаю. Курим ли мы? Кальяна. Электронные сигареты. Аж кудишки. Аж кудишки, да. Я осуждаю это. Я тоже. Тебе еще рожать когда-то? Тебе тоже, поэтому... Мне рожать? А курение выделяет на сперматозоль и замедляет их. А, все, простите. Так что... Будут начали на расслабоне, как Snoop Dogg. А прикинь, что там у Snoop Dogg? Максим, ты все время шутишь по поводу своего отца. Такой уже определенный мем. Что с ним и где он? Я видел его один раз, когда возвращался с бабушкой со школы. Бабушка скрикнула, о, смотри, это твой батя, и он убежал. Так они расстались до того, по сути, как я стал, ну, что-то помнить. Два года там. Да, 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 я еще ничего не помнил. И больше я его не видел. Единственный раз, вроде... Ну, я тоже до конца не уверен. Вроде как бы он вышел на связь, когда мы с Алиной женились, и написал, что, о, выходишь за украинку. Но я его забанил. Лучше, батя, одобряй. По-моему, по фотке было похоже. Но я его забанил. Почему Максим не бреется? Первое. Мне не нравится, как я выгляжу без бороды. Второе. Это просто сразу минут 10 лет. Вы не представляете, как у меня быстро отрастает борода. Чтобы вы понимали, я ее укорачиваю, ну, раз в два дня. Все время в раковине волосы с бородой. Если я ее сбрею, у меня вот такая борода будет за несколько недель. Это реально бред. Ну, типа... Потому что ты за здорово. Мне просто взападло. Я в школе пытался еще с этим бороться. Куда мы хотим слетать? Я хочу в Португалию. Я хочу на Сафари. И я хочу, ну, куда Сейшелы, наверное, бы. Ну, я бы, конечно, сказал, что мне важно сейчас только Дубай. Но если представим, что я обязан куда-то слетать... Обязан. Мне. Я бы, наверное, слетал в Испанию. Я тоже Испанию не против. Только в Португалии недалеко. Просто нырял сходить. Раньше бы я сказал точно Англию, но сейчас я не хочу, чтобы меня ножом где-то пырнули. Сколько тратим в месяц? Где-то 1150. Да, наверное, где-то так. И, то есть, большая часть из них уходит на коммуналку 1020, на еду все остальное. А, нет, если... Нет, тогда по 200. Ну, это мы свои расходы сократили, скажем так. Ну, смотрите. И часть... Во-первых, часть денег уходит немножко на контент. То есть, грубо говоря, даже если мы заказываем доставки, какие-то паки, FIFA, там, что-то сделать, это все равно тратится деньги. Ну, плюс себя пропитать, собаку пропитать. Там, мы любим доставки заказать, похавать даже не в роликах. Да, еда сейчас дорого стоит. Ну, плюс косметос, коммуналка, это все... Врачи, врачи. Ну, поэтому 150-200, наверное. Да, сколько ты тратишь на игры? В месяц? Да. Если не брать то, что для роликов, мне кажется, я могу... Ну, подожди, мы на ролике тоже, наверное, считается. Ну, на ролике, например, из-за того, что у меня сейчас есть рубрика, я трачу где-то в неделю на, там, 4 тысячи рублей, грубо говоря. Хотя это копейки. Ну, да, например, в прошлом месяце у меня не было таких. Плюс у тебя есть свой магазин, по-финамбайл, туда тоже заносится, ты меньше стал тратить. И поэтому, а именно вот на игры вне работы, я в этом... Вот когда ты еще в последний раз покупал? Да ничего. Ну, а дополнение, муж, какое-то в Дубай. Да нет, я ее не покупал еще. Я не трачу, если что. Я даже Человека-паука-второго в Дубай не смог найти, потому что я стал делюкс-издать. А я ему деньги подарила, видите, а он не купил. Куплю потом. Любимый фастфуд. Прям вот если всего, ну, Макдак. Ну, Макдак, наверное, да, я тоже бы в первую очередь была его. А вот если бы мне спросили сейчас есть что угодно, я бы задумался между Вендис или Нандас. Я бы Нандас ответила, что право, мне Вендис не очень нравится. Но это, я скажу так, это опять же, я уверен, что Нандасом мы наедимся и будем скучать по Макдаку. Самая дорогая покупка, давай помимо квартиры. А то ты понял, что квартира, что ты покупал самая дорогая? Что я покупал, наверное, ноутбук. Я покупала тоже ноутбук. Да. Только, кстати, мой был дороже. А, нет, стой, сумка, сумка, мой. Кольцо. Шепни на ухо, сколько стоило самая дорогая сумка стоила? Кольцо дороже. Ну, тогда кольцо, да. Я этот, как Голл с кольцом, никто там что-то сказал. Ну, кольцо или ноутбук, я не помню, сколько он тогда стоил. Я помню, за 300 с копейками покупала ноутбук. А мой я просто давно уже покупал, да. Были ли проплаченные обзоры? У нас были, залетали предложения, типа, там, энергетики и так далее. Мы всегда говорили, что мы не против, но мы скажем честно. И все сливались. Самое яркое воспоминание из жизни? Я помню момент, когда мы с тобой, где-то у нас был год отношений. Мы с тобой ехали на машине, и что-то ты открыла аналитику Ютьюба. И прям у меня подписчики летели вверх, и прям вот на глазах. Мы пока ехали до твоей мамы, у меня, типа, несколько десятков тысяч такой прям летели. И я понимал, что, бля, пробились. Да, клево. Вот это было клево. А я, наверное, когда я летела над Мальдивами и видела эти островки снизу. Блин, я когда летел на Мальдив, я все нафиг так проклинал. Это один из кучих дней моей жизни был. А мне казалось, что это просто какая-то несбыточная мечта, и вот на глазах все это просто открывается. И я думала, что я во сне каком-то. Благодаря моей мечте сбылась твоя мечта. Благодаря тому, что там-то ты взлетел, я взлетела туда. Как родители относятся к тому, чем мы занимаемся? Ну, мне кажется, моя мама довольно быстро вникла. Твоя вникала дольше, но сейчас нормально уже. Но периодически она мне говорит, что я не смогу в случае чего ей помочь на старости. В плане того, что, ну, типа, у меня не будет денег ей помочь. И это сильно меня очень обижает, но в то же время, когда у меня какие-то там... Так она уже старая. Ролики, кстати, мне дают рекомендации, много просмотров. Она говорит, что мной очень гордится. И гордится тем, что я вышла из своих рамоков. И что я стала менее стеснительной. Что YouTube мне этому помог. Да это я помог, да елки-палки. Так, Максим, быстро. Роналду или Месси? Роналду. Я тоже так отвечаю. Почему не делаем сходки? Во-первых, потому что у нас в России все-таки к этому не очень относятся. Скажут еще митинг, не дай бог, да. А во-вторых, у нас были сходки, это такая давка, это очень приятно. Потому что я понимаю, что даже в Краснодаре у нас огромное количество зрителей. Огромное оказывается, реально. Да, и вот даже когда мы как-то делали у стадиона, там давка началась. Просто многие люди не соблюдают личный организм других людей, начинают толкаться, пинаться, препроваться. Единственный формат сходки, который я представляю, это должно быть заведение с охраной. Или централизованное, вот организовал. Ну вот, грубо говоря, нет. Если ты продал, ну там, продал или раздал 30 билетов, например, да, они их пустили в заведение, и других людей не пускают. Тогда да. Чтобы не стихийное было все это. А иначе это будет хаос. А хаоса я боюсь, вы знаете, у меня есть такие панические атаки. Любимый футбольный клуб? Мью. А Реал? Ну, Реал на втором месте. Я как этот, как жена, просто какой Максим, а такой у меня. Своего мнения нет совсем. Как справляетесь с хейтом? Ой, хороший на самом деле вопрос. Сначала, когда я только начала появляться на Ютьюбе, я очень тяжело все это переживала. Я видела там, словно, 100 хороших комментариев, а один, что я уродина. Все, я впадала в депрессию, хотела там изменить свою внешность, пластическая операция, все. Но потом я поняла, что, блин, я этих людей даже не вижу. В лицо бы они мне точно этого бы не сказали. И сейчас намного проще к этому отношусь. Я к хейту и критике отношусь только так, что я готов ее воспринимать от того, кто намного круче меня. Вот типа, если к тебе подходит, грубо говоря, ну не знаю, ну вот смешно какой-то пример. Ну ладно, подойдет к Исайе и скажет, ну не очень снимаешь. Это еще ладно. А если тебе это пишет неизвестный человек, забей. Просто забей. Не парьтесь, ребята. Знаете, я вам скажу мудрую вещь. Вот я сегодня Алине озвучил. Мудрая вещь. Записывайте. Многие люди не боятся ошибиться или провала. Они боятся того, как отреагируют другие люди на вашу ошибку или провал. Задумайтесь о том, как они отреагируют на то, чтобы ничего не делать. Никак. Вот именно. Слушай, мы такими маленькими шажками подошли к 50-му вопросу. Он будет философским. Коль ты начал философствовать. В чем смысл жизни? Для меня однозначно смысл жизни это прожить ее так, чтобы у тебя не было сожалений. Вот знаешь, грубо говоря, все в голове прокручивают там какие-то моменты, когда, блин, надо было сделать по-другому. Или что-то в своей жизни поменять. Я хочу так, чтобы этих моментов было как можно меньше, чтобы если бы мне сказали, давай респаунишься, что делаешь? Ну, примерно то же самое. Я бы сказала, что смысл жизни в том, чтобы жить, наслаждаться каждый момент, там, помнить, что все может оборваться в любую секунду. И вот, как сказал Максим, не надо откладывать на потом, надо просто получать удовольствие, но при этом стараться не задевать других людей, чтобы не выщерб других людей. Просто у всех есть свои цели, у всех есть свои интересы. И если вы следуете чему-то шаблону, это значит, что вы живете не свою жизнь. И к теме получения удовольствия все люди получают этот разных вещей. Кто-то любит играть, некоторые пишут, как можно жить с человеком, который все время играет. Я понимаю, что ему это нравится, ему это приносит удовольствие. Мне под роликом, когда мама подарила мне шлепки на день рождения, написали, как можно радоваться шлепкам. Я получаю от этого удовольствие. Ну да. Ну, то есть, мне кажется, что это круто в моей парадигме. Я рада этим шлепкам. Но если вы рады диску, например... Она все это затеяла ради этих шлепок, поверьте. Если вы рады диску для игры, то это тоже здорово. Это вам приносит удовольствие. Поэтому не слушайте никого, наслаждайтесь жизнью. Смотрите... Если вы когда-то в нашей телеге или в комментах увидите вопрос, который здесь по-любому был, кидайте им ссылочку. Будем очень вам благодарны. Я надеюсь, что мы ответили на все самые популярные вопросы. Если нет, то напишите в комментариях ответ, на какой вопрос вы бы еще хотели услышать. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и оставайтесь с нами на Трио Веселей. Пока-пока. Пока-пока.